Итак, всем еще раз привет, с вами Деволт и мы смотрим WSL, 4 сезон, на этот раз мы с вами посмотрим ПВЗ, это будет у нас Гаему против Нобла, Нобл у нас выступает за Расу Протосов, Гаему у нас Зерг. И мы без долгих вступлений сразу же отправляемся в игру, карта у нас также будет Вермир, первая карта, как и в игре Венеров, вторая карта там у нас была Рингенблум, какая будет здесь пока не ясна, возможно, возможно, та же, возможно, они все-таки используют систему Лузерпик. Так, кросс-респауны у нас на карте Полипоид, мне кажется, что кросс-респаун это хорошее начало всегда для Зерга. Ну, по крайней мере, по своему личному опыту могу сказать, что против сильных Зергов, когда ты сильнее Зерга, то в принципе без разницы, где играть, на ближних респаунах или на дальних. А когда Зерга сильнее как бы тебя на бумаге, то лучше играть на ближних респах, потому что так можно хотя бы Зерга как-то пропушить там, например, прорашить. А вот на кросс-респаунах, даже если Зерг будет играть какую-то довольно халявную стратегию, а вы будете играть в супер-мега там агрессивный пуш, какой-нибудь тайминговый, на кросс-респауне очень-очень-очень сложно Зерга закончить, да, Зерг всегда может, имеет какие-то возможности, чтобы отковыряться там и перевести игру в, засушить игру, перевести игру в макро и в макро уже в конечном итоге выиграть. Очень много игр у меня таких было, тренировочных против сильных Зергов, такого плана, и в конечном итоге я пришел для себя к выводу, что пушить как-то так полуалыново с двух баз, пушить на кросс-респаунах, это себе дороже. Лучше уж попробовать сыграть в такое макро, самому как-то прохалявить пораньше, поставить третью базу, ну, что-то в этом духе. Вот, поэтому, это я к тому, что, ну, как бы, мне кажется, что Гаэму здесь явно фаворит этой пары, в этой паре, и Нобл хотел бы, наверное, если он руководствуется той же логикой, что и я, Нобл, наверное, хотел бы, чтобы были ближние респы, но мы видим сейчас, что он... Он еще и открылся через один гейт, приезжают, видят своего противника на кросс-респауне, там оверпул, две собаки, но пока Зил отдойдет, посмотрите, какая огромная карта, очень далеко Зил тут опыть, поэтому он сразу разворачивается и идет домой, понимает, что это все... Это все бессмысленно, это все тлен, все эти походы к Зергу, крестовые походы на Зерга здесь не нужны никому, в том числе и Протасу. Так, ну и возвращаясь, закончим уже, добьем, так сказать, эту тему насчет ближних респов или кросс-респаунов, вот с другой стороны, я считаю, что как раз-таки Зергу вполне... В принципе, безразлично ближние респы или дальние респы для его каких-то полуалыновых илиалыновых тактик. Вот сколько я играл, мне кажется, Зерги редко руководствуются вот именно кросс-респаун этот или ближний респаун, они в любом случае там могут сыграть через гидропуш 9-7-3, например, и вполне успешно Протаса подпушить, нанести ему какой-то вред и при этом перейти опять же самим в макро. И как раз-таки после этого гидропуша, например, Протасу вновь будет сложнее, гораздо сложнее Зерга наказывать, если Зерг там дальше перейдет в постройку дронов в большом количестве. Так, забегают здесь две собаки, немножко недоконтролил Ноббл, вообще эти две собаки не должны были так забегать на ровном месте буквально, пропустил и нет, доконтролил, там еще одна тычка вроде оставалась, пробки. Сейчас будет пытаться, пытаться Гаему ее найти, эту пробочку, уже, наверное, немножко щитов отрегенилось и придется побольше, чем один удар нанести, Ну, смотрите, как Гаему здоровски контролит, там, выконтролил прям аккуратненько эту собачку ручками, то есть она не сама побежала, а пришлось там Зергу подконтролить. Ну, пока, кстати говоря, надо отметить, что Ноббл пробок своих оберегал тоже тщательно и хорошо, ни одной не потерял до сих пор, здоровски, здоровски здесь всех отводит в безопасное укрытие. Интересно там, интересно, собака почти всю минеральную линию сквозь минералы там пробралась, какие-то пористые минералы, видимо, у Ноббла, что там аж целые линги пролазят. Так, ну что, доделывается скорость, доделывается скорость лингам, тем самым демонстрируя процессу, что у Зерга не будет никакого гидропуша, поэтому никаких мы и фотонок здесь пока не видим. Какое-то немножко столпотворение было тут рабочих процесса на натурале, не хотели работать, сбунтовались, сбунтовались буквально пробки, не хотели работать и на минералах, и на газе, но Ноббл пришел и с сильной рукой своей навел порядок. Так, смотрите, Зилты выходят в атаку, тем самым освобождая пространство для контратаки, но здоровски, здоровски здесь Ноббл. Пока очень хорошо, он своими пробками контролит, вовремя все делает, вовремя вывел пробочек, чтобы прикрыть фотонку. Так, приходят 6 Зилков, и чем будет отбиваться? Пока собаки, собаки, собаки достраиваются. Ну и позицию Ноббл здесь занимает довольно неплохую, приятненькую такую. И здесь линги явно проиграют, я не знаю, зачем Гаема здесь даже начал эту драку. Заведомо было видно, что здесь драться не стоит. И хорошо, хорошо, пока вредит этими Зилотами. До сих пор, до сих пор собак здесь не хватает. Может быть, он боится хэтчера потерять. Поэтому вступает в заведомо проигрышные бои. Может быть, как-то не может подрасчитать, хватит ему собак или нет. Ой, ну здесь вот немножко Ноббл затупил. Появляются уже Муталиски, ну и сейчас с Муталисками расправляется. Наконец-то расправляется с этими Зилотами Зерк. Я не знаю, честно говоря, хотел ли Гаема играть через Муту или нет. Или он заказал ее уже непосредственно в тот момент, когда Зилоты у него орудовали на третьей базе. Но вообще, Мута достаточно долго строится. Наверное, он заказал ее заранее. Просто она по таймингу немножко не успела. Ноббл вышел достаточно рано. Но у Ноббла очень-очень-очень ранний апгрейд на атаку на воздух. Он буквально, как только достроился кибернетическое ядро, он одновременно с тем, как заказал Старкейд, практически сразу же в этот момент заказал и апгрейд на атаку. То есть вот сейчас у него уже, по идее, должен быть этот апгрейд готов. Апгрейд на атаку по воздуху я имею в виду. По земле уже тоже есть. Прибегает Зилотик, кстати. Вот это очень симпатичный мув от Протса. Вообще Протас, я не знаю, я сколько вот играл с Ноблом сам или смотрел какие-то его там игры. Мне казалось, что он играет достаточно посредственно прям. Но мне нравится, как он играет это ПВЗ. И пробками хорошо контролит. И в целом по стратегии понимает, что надо делать. Вот эта вот разведочка с Зилотиком была классная. Как раз таки направлена на то, чтобы посмотреть, будет ли Зерк достраивать еще муту и дронов, либо сразу в Гидру пойдет. И вот как раз таки, увидев Гидралисков, он не делает Архона, оставляет Темпларов под Псишторм. Добавляет еще Гейтвейв. И пока никуда в атаку не торопится. Если бы там, например, были еще дополнительные дроны и муталиски с санками, то сделал бы прот с Архона и пошел бы там, третью базу поставил. И, возможно, даже как-то параллельно еще и подпушил Зерга, заставив дополнительные санки построить. Так, минус Темпларов. Очень неприятно, очень неприятно здесь Темплары лишаться. Особенно учитывая тот факт, что Корсаров-то Нобл построил достаточное количество. Еще и лишится одного Темплара буквально на ровном месте. Неприятно, неприятно. Здесь просто, видите, по газу протаса есть определенные проблемы. Лишнего Темплара толком не закажешь. Потому что в тот момент, когда протцу надо будет... Вот он, роботик с Фасильти уже заказал. Наверное, дальность на этих заказал Драгунов. И хочет в Драгунов перейти в конечном итоге. А ему здесь надо будет... У него даже вообще два Темплара почему-то, а не три. Ой, еще потратил один Псишторм. Посмотрите, что творится-то. Ой-ой-ой, приходит Гидра. Гидры уже довольно много. И дальше сразу Люра пойдет. Гайему любят такие стратегии. Помните, АСЛ, где он Сноу выбил? Как раз-таки на этой карте там одна из игр была. Одна карта была Эклипс, другая вот эта. И там как раз-таки Гайему играл в очень похожий билд. Я не помню, играл он там через Муту или нет с самого начала. Но вот примерно так же, да, он пришел, подпушил немного Гидрой. И дальше просто Протса закрыл люркерами. И не дал Протсу спокойно вздохнуть. Но здесь... Вот, кстати говоря, вот это единственный, наверное, момент, где кросс-респаун может помочь Протсу в этом матчапе. Как раз-таки вот такую стратегию, которую я только что описал, ее зергу на кросс-респе сложнее исполнять, чем на ближних. Куда же ты с двумя темпларами-то пошел, дружище? Ну, два темплара это точно мало для таких атак. Такие атаки делаются минимум с четырьмя темпларами. Минимум. Ну и вот она вам демонстрация, почему. Почему такие атаки делаются только с четырьмя темпларами, имеющими Псишторм. Он изначально почему-то заказал даже три темплара, да? Одного он потерял на Амуте. Но у него третий-то так и не появился. Ну, четвертый как бы, да, четвертый. Третий появился, умер, четвертый не появился. Ну и все, буквально задавили его гидрой. Посмотрите, сколько еще идет. О, еще две пачки практически доползает. Да, здесь уже Бургер Кингу... В Бургер Кинг уже не сходить. С такой... С такой игрой. Ну, нет, надо отметить, реально, но оба меня вполне порадовала. Он неплохо сыграл. Вот единственное, что вот эти вот моменты с темпларами были ошибкой. Были ошибкой. Явный Гаем побеждает. 1-0 становится счет. И мы с вами сейчас отправимся на... Вторую карту в этом Бо-3. И я надеюсь, что она не заставит себя долго ждать. В любом случае... Еще раз спасибо, что смотрите. Пока такой формат будет у нас. Буду освещать для вас этот турнир. Хоть он уже и прошел, но недавно прошел. Я думаю, что многие не видели, не видели данный турнир. Я в том числе. И с удовольствием посмотрю эти игры. Это все лучше, чем финал АСЛ ТВТ, который, возможно, тоже когда-нибудь будет откомменчен мною. Если хотите, чтобы я прокомментировал оставшиеся игры АСЛ, которые я недокомментировал, ставьте лайки. Но, скажу честно, мне кажется, что я их так и не откомментирую, потому что там протосов... Там была только одна игра с протосом. И та, судя по счету, довольно позорная прошла для протос. А желания смотреть ТВЗ и ТВТ в особенности большого нет. Но, говорят, там хорошие были игры. Я их не смотрел. Если кто-то так же, как и они, смотрел и реально хочет посмотреть с моими комментариями, то действительно пишите в комментариях, ставьте лайки. Можно будет это сделать. После того, как закончу освещение данного турнира. Да, кстати, карта Ringing Bloom снова. Что наталкивает меня на мысль, что эта карта в любом случае идет с этом номер 2. Открывается снова протос через 10-й гейтвей. Ну, такая, знаете, беззубая довольно тактика на этой карте. В том плане, что 9-м гейтвеем здесь можно как-то еще было бы навредить зергу вот с 12-й хаты, которую как раз таки ставит зерг. 10-м гейтвеем ты не особо зергу навредишь. Это первое и второе. Так, он на разведку второй пробкой так рано поехал. Интересно. Кстати, вполне логично, потому что здесь особенность этой карты, помимо того, что нычка есть в кармашке, так называемом, здесь еще вот под этими Overrun Mind кокунами можно поставить санку. Можно поставить санку. Видите, там крип торчит, если кто не в курсе, да, насчет этой карты. Там торчит крип и там как бы вроде здание стоит, но при этом дрон может туда проехать и поставить там санку. И здесь было исполнено довольно много раши. Ну, это сделано как раз таки для того, чтобы у зерга была такая опция под рашить протоса. И при этом у зерга была бы возможность там, например, туда можно еще Нидус поставить. И занять себе базу против там Терана, например. Как там? Ну, не знаю. Кроме раши, честно говоря, я не видел особо применения от корейцев вот этого вот, вот этой вещи в целом. Помню, только рашить здесь солки любил. Почему я вспомнил про солки? Не знаю, наверное, потому что солки снова заскамили. Снова заскамили на кругленькую сумму. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Может быть, если игра затянется. Пишите комментарии, ставьте лайки, если хотите историю про то, как солки снова заскамили на 200 тысяч долларов. Вот, а пока мы увидели, как зила-то довольно легко зачистили за минералами. И еще собаки, собаки. Много собак. Много собак от Гаемы. Нет, дальше дрон. Дальше все-таки дроны пошли. Но зерлингов он заказал как-то многовато. Что здесь... Ну, то есть, если бы это было прям масс-масс-масс собаки, тут можно этих трех зилтов прогрызть. Но вот таким количеством собак, которые Гаемы на данный момент построил, здесь прогрызть зилтов будет сложно. Пулей вот еще один появляется. Вот эти вот четыре собаки, которые там еще добегают, мне кажется, лишние на данную секунду. Лучше бы это были два дрона, а уже потом, уже потом он бы подстроил необходимое количество линков, если нужно было бы. Да, и вот видят сейчас Гаему, что тайминг очень жесткий получается у Нобла. Надувают щечки. Не знаю, просто так или от того, что Старгейт уже... Старгейт уже надут. У просто на базе снова Гаему надувают щечки, видя, как пробка к нему на базе пробегает, проезжает. Ну, нет, скорее всего, он просто так дышит. Не апсетит таким образом. Так. Кстати, вот лейер это... Не лейер, вернее, а спайр. Спайр это странное решение здесь от Гаему. Но на этой карте чаще всего мы видели... Ну, когда эта карта была прямо в мете, мы видели, как здесь... Либо в гидру открываются зерги, ну, через четыре хата, там, гидру, например. Ну, и при этом лейер и скорость овером. Либо, либо, либо через спорку. Либо через спорку. Даже чаще здесь через спорку играли. И во многом из-за этого я видел достаточно игр, когда протцы вместо того, чтобы делать вот первого корсара, они делали первого скаута. Потому что, ну, прилетает скаут, стоит спорка, но спорка, она может только в одном месте наносить дэмэдж, только может оборонять своих оверов и небольшую площадь вокруг. А вот дроны попадали под раздачу. Так, сделается здесь такая стенка. Ну, кстати, неплохой достаточно тайминг спайра получается. То есть, вот одного, наверное, всего овера лишится зерк. Ну, может быть, еще вот этого. Вот этого, наверное, тоже лишится. Да-да-да, вот этого тоже не спасти. Но остальные. Два овера, в принципе, не так критично здесь потерять. Остальные хоны возвращают сразу же, как только. Спайр доделывается, и скуржи скоро будут готовы. Ну, неплохо, неплохо. В принципе, запрятал он своих оверлордов. Но мне кажется, все равно было бы, наверное, было бы поприятнее не терять вообще оверлордов. Или потерять вот этого одного, который был в центре карты. А тех спасти под споркой или под гидральдиской. Ну, Гаему виднее. Гаему не мне спорить с мастером зергов, да, с про-геймером. Наверное, ему виднее. Так, саночки, смотрите, уже третью аж саночку ставят. Ну, это очевидно, да. Потому что копятся-копятся зилоты. Копятся много. При этом санки, мне кажется, здесь сигнализируют нам о том, что будет мута. Будет мута от Гаема. Да, вот уже появляются первые муталиски. Мута скуржи. По земле будет тянуть время и дамажить санками против зилотов. А вот по воздуху будут сражаться с корсарами. Как раз-таки мута с куджами. Ой, забегают, забегают. Здесь собаки, смотрите, как здорово. Еще архона. Архона забирают. Забирают архона. А этот архон не вернется. Ну, точнее, даже не появится. Так, ну, здесь какой-то немножко завтык. С скуржами был у Гаема. И посмотрите. Ой-ой-ой, здесь контратака. Там линги, видимо, добили еще и эту. Линги добили Фатонку. Но при этом Гаема сейчас теряет всех своих оверлордов. Сейчас вернутся корсары. При этом пришлось уводить, уводить пробок. Бегут. Ой, смотрите, как смешно разбегаются. Разминулись, разминулись. Зилоты с собаками. Собаками хочет еще забежать. Там была убита и Фатонка здесь. Да, и Фатонка около Нексуса. За этот момент Гаема вернул себе контроль над воздухом. В плане того, что у него хоть какое-то количество оверов появилось. Ну да, построил он аж целых 6 штук их. Даже 7 штук построил. 700 минералов. Тем самым потратил. Это много. Это много. Но, наверное, не так уж много, как проиграть игру. Так, потеряно 2 корсара. Продолжается атака. Беспощадная атака. Оверлорды снова попадают под раздачу. Но на этот раз была заказана мута. Еще мута. Чисто мута сейчас будет здесь сражаться. Всего 1 с курж здесь есть. Муты очень много достроил Гаема. Опять у него 1000 минералов скопилось. Ну, оверфон, наверное, заказал. Можно здесь пострелять и по Фатонке. Очень быстро. Фатонка умирает. Здесь 5 санок и муталиски еще есть. Я думаю, что Зил там здесь ничего абсолютно не светит. Зачем? Куда ты? Куда ты, дружище? На мейн забегать собираешься? Ну, я даже не знаю. Слушай, что ли? Какое-то выглядит... Выглядит просто забегание отчаяния для меня. Ну, много, много Зилтов пробежало. Но там они половину очень продамажены. Половина... А половина от половины это уже не так много. Хотя, может быть, и достаточно, чтобы... Ну, достаточно в любом случае, чтобы Спайр убить. Если вот эту Хату еще убьет, то, возможно, это того стоило. Но Хату не убьет. Хату не убьет. Нет, это вот не стоило. Посмотрите на лимиты. Посмотрите на ресурсы вообще. Тысяча минералов. Гоемы. Сможет просто пойти еще базу поставить. Санок еще несколько поставить. Да я не знаю. Вот сейчас мутай тупо базу может убить. Хотя здесь шторм. Даже два шторма есть. Но видит, видит это все Гоема. При этом он залетает. Смотрите, не мутастэком, а так. В разброс. Но еще он не знал, что у этого же Хайтемплара есть два шторма. И двумя штормами. Прорезает он муту. Да, здесь мута получила... Получила по щам. Хорошенько. Тем самым дает Протсу еще один шанс. Но, блин, вот зачем это была атака нужна? Лучше бы ты потратил вместо там четырех сот минералов на этих зилотов. Лучше бы Нексус поставить третий. Сейчас бы третий Нексус стоял. В принципе, все было бы играбельно для Протаса. А так, ни лимита нету. Ни базы нету. Ничего толком нету. Ну, Корсаров он там строит. Продолжает строить. Но сейчас тут уже гидролиски пойдут. Что ты с этими Корсарами будешь делать, друг? Ну, короче, какая-то... А, он Корсаров еще кучу потерял где-то. Он потерял здесь пока, когда атаковал. Там вроде когда он вернулся, у него еще штук шесть было. Пока нам показывали, как здесь зилоты бегали туда-сюда. Видимо, Протас лишился где-то Корсаров еще. Зилоты побежали на разведку. Но Протас, к сожалению, сейчас не в той ситуации. Не в том положении, чтобы можно было вот так вот зилотами, даже обычными зилотами-фанатиками разбрасываться. Да, Протас. Протас здесь явно уже чувствует, что в этой игре ему не удастся победить. А может быть, еще и думает, что удастся. Не знаю, что в голове у этого паренька. Если как игрок, я не помню, но был... Ну, вроде он был прогеймером. Вроде он был прогеймером каком-то бетимером. Ну, то есть лицензия прогеймера у него есть. Не аматор. Что же, как игрока его, как стримера, то он был... Очень давно уже стримит. Буквально стримит там, как только Кеспа закончилась. Вроде он в СК-2 никогда не играл и никуда в армию не уходил в этот момент. Вроде он прям с тех времен и начал стримить. И его стримы не особо там были популярны. Но потом он связался с бандой. Вот несколько лет назад буквально связался там с бандой. Вот этих вот... Ну, есть там такие утренние стримеры. Я их называю. Там Айрис с ними. И из прогеймеров, если там Айрис, Пусан. Если помните таких. И... Ну, из прогеймеров вроде все. И там есть еще несколько таких именно стримеров популярных. Ну, которые неплохо играют в Старкрафт достаточно. Ну, не на про уровне, но тоже неплох. И вот он вписался в эту тусовку с ними. Постоянно там стримил, играл какие-то там 3 на 3, БГХ, всякое такое. И набрел... Набрал свою аудиторию. В принципе, его смотрят... Ну, довольно неплохой у него онлайн. Если раньше было там... Человек по 10-15 его смотрел, но в лучшем случае... То сейчас могут там и по тысяче смотреть, если он какой-нибудь ивент там стримит. Или, например, обучает какую-нибудь девочку там, например, из своей гильдии. Из своей... Из своего универа. Вот. Ну, и так в целом. Если просто тусуется и что-нибудь мутит, его смотрят людям. Поэтому вот так-то дождался своего момента, своего звездного часа. Но и дождался дропа к себе на мейн. Ровно так же. Пока на натурал, правда. Но этой гидре ничего на данный момент не мешает подняться на мейн. Ну, и не помешает. Вот чем меня еще раздражают вот такие карты и такого рода развития событий. То, что вот смотрите, сейчас вроде как протас должен идти в атаку, в контратаку. Но не забудьте, что там у зерга просто огромный ряд санок. Там штук 10, наверное, санкинов. И еще посмотрите, здесь гидралиски где-то на карте каким-то образом оказались. Я даже не заметил вот этот момент. И гидралиски приходят и третью базу убивают. Помимо того, что он натурал потерял, он еще и третью базу потерял. И мейн. Нет, мейн еще не закончился. Но скоро закончится. Скоро закончится. О, здесь темплар. Накопил 75 маны. Но, ой, посмотрите, сколько здесь санок. И люра вовремя доделывается. У Гаему, да. У Гаему мастерки здесь это все разыграл. Тут уже явно шансов у Протаса. У него и не оставалось особо шансов. Надо отметить. Но такое красивое окончание. Красивое окончание на базу. На базу к Протасу. От Зерга. Пока сражается. До последнего. До последнего юнита, видимо, будет сражаться. Нет. Все-таки решил сдаться чуть раньше. ГГ пишет Бургер Кинг. Он же Нобл. Выбывает из этого турнира. Но, честно говоря, я и не думаю, что он намного рассчитывал. А Гаему будет играть в финальном матче этой группы против Леты. Того игрока, кому он уже проиграл во втором матче этой группы.